Славен и чуден наш Бог Славен и чуден наш Прекрасный молитвенный дом Прекрасное служение Прекрасные проповедя И я обращал внимание на слово прекрасное Хорошее, но прекрасен наш Бог И один пример я расскажу А может даже больше Я сегодня больше примеров расскажу Один пример в доме было, что Сынок хорошо спел песню Мама дома восторгается Хвалит его Восхищается им А отец спас эту ситуацию Он говорит так Давайте так сделаем Скажем, как прекрасен наш Бог Который дал нашему мальчику Спеть эту песню И он действительно спас ситуацию Потому что Ну возможно Хвалить надо, благодарить надо Что трудился мальчик Но возможно Если от частой похвалы Ну пришла бы может быть гордость Пришло бы может быть падение Что я такой хороший А Богу славу не воздали Второй пример Когда мы жили там Еще в Казахстане И у нас Уверовал Он из соседнего села приехал Брат в старости Уверовал И вот Любой разговор Его звали брат Вильгельм Потом он в Германию переехал Старец уже умер там И он Всегда Вот любой разговор И он Даже может быть не к месту Слава только Богу И он всегда Славу Богу говорил Оно даже Иногда и комично Получалось Смешно Но однако Он так говорил И этим он мне запомнился Что он Славу нашему Господу Воздавал И это о славе нашему Богу Слава нашему Богу Братья и сестры Что он прекрасен И он чуден И он велик И сила в нем И при нем И тогда она может быть В нас Я приведу теперь Два примера из Библии Которые говорят Как Как тоже в жизни Надо быть И поступать И говорит О нашем назначении И о нашей миссии Вот Говорится О Ионе С первой главы Той же книги Книги Ионы И с 8 стиха Здесь Когда они в буре Когда уже жизнь Ну практически Они прощаются С жизнью Практически Расстаются И Чувствуют смерть Я не думаю Что смерть Она видимо Но они Чувствуют смерть Они предприняли Все Попытки Чтобы избежать Чтобы не утонуть Облегчить корабль Выбросить Даже пропитание Возможно И драгоценности Что очень тяжелые Повыбрасывать Чтобы жизнь Потому что жизнь Это самое драгоценное Которое Пред нашим Богом Но и потом Мы увидим После этого события Они дали Обеты Господу Все те люди Которые услышали О Господе О его первой проповеди На пути в Неневию Ионы И вот когда Он перед ними Предстал И они его спрашивают Какое Нет Давайте чуть раньше Скажи нам За кого постигла Нас эта беда Но это Последний Остался на корабле Которого можно Спросить И задать вопрос Но Себя не видят Это Первое Можно заметить Но Причина была По ее От Ионы Почему такая буря Мы все знаем Из этого Священного Из того же Священного Писания Которое мы читаем Следующее слово Какое твое занятие И откуда ты идешь Но ответ Удивитель Он меня всегда Всегда вдохновляет И всегда Как бы наставляет Ответ Очень Очень Правильный И хороший Он сказал Я еврей Чту Господа Бога Небес Сотворившего Море И сушу И эти люди Устрашились Страхом Великим И сказали Ему Для чего Ты это Сделал Следующее Местописание Братья Иосифа Когда предстали Перед фараоном Бытие 47 2 И из братьев Своих Он взял Пять человек И представил Фараоном Иосиф Берет Пять братьев Своих И представляет Фараоном Фараон Фараон О профессии О профессии Тичер Учитель Я может Приехал Меня Богу Это так И рот Я миссионер То есть Это И поясняет Какой миссия Потому что Слово Миссия Это тоже Может быть Поехал с миссией От какой-то Компании По бизнесу Тоже По поручению Может быть Какого-то Университета Он поехал Это тоже Миссия Но и он Поясняет Что я Миссионер Как иона Сказал Я еврей Я раб Божий Который Чту Господа Бога Небес Это Это школа Жизни Нашей Братья и сестры Когда Я не стесняясь Скажу И Вот в этот момент Если не отрекся Это близко К отречению Когда я могу Сказать Какое мое Призвание И кто я Это на первом месте Примерно Если возьмем Человека Мы видим По одежде Его профессию Особенно В этой стране Мы видим По одежде Его профессию Мы видим И бедного Убогого По его состоянию Лица По его одежде Мы это можем Узнать А вот Миссионера Узнать Тоже Может быть Мы можем По взгляду Его очей По его Таким Может быть Как он двигается Как ходит Как говорит Как поступает Как одевается Тоже Возможно Но все-таки Если спросят Кто ты И каков род Занятия твоего То Первый я Не должен Отрекаться Или начинать По примеру Этого Священного Писания Со своей Работы Со своего Занятия Как в мире Это для нас Пример Братья и сестры И когда мы Стараемся Жить По правилу Царства Божьего Которое Уже нам Дано О котором Мы слышали До меня Единственное Слово Божье Призывает Нас Не просто Чтобы всем Сейчас взять И перейти В Царство Бога Небесного Просто перейти Если люди В свое время Переходят Богом Назначены Но жить По правилу Царства Божьего Здесь на земле Слово Божье Нам повелевает И это тоже Миссия Наша Исполнение Слова Нашего Господа Деяние Первой главе И с первого Стиха Здесь говорится О том Что Эту книгу Пишет Феофил О том Что делал Иисус До того дня Как он Вознесся Духом Святым На небо Но Перед тем Как он Вознесся Он явился Своим Являлся Апостолом Живым Пострадание Своем Он Многими Верными Доказательствами Продолжение Сорока дней И когда После этого Они Собрались Он Их Собрал Он им Приказал Или Посоветовал Чтобы они Не отлучались Из Иерусалима Но ждали Обещанного От Бога И после этого Шестым стихом Они его спрашивают Сошлись и спрашивают Говорят Не все ли время Господи Ты восстанавливаешь Царство Израилю Шестой стих Не все ли время Интерес Чисто человеческий Братья и сестры Три года Быть с Иисусом Христом Со своим Господом И на их месте Любой из нас И я Может быть Спросил бы Так же Не все ли Время Ты восстанавливаешь Восставляешь Царство Израилю Интересовало Действительно Очень интересовало Но они Думали О земном Царстве А Иисус Христос Не принес Правила Царства Земного Он жил В нем Он покорялся Тому правилу Царства земного Где он жил В Израиле Но он принес Правила Царства небесного Или правила спасения Или уставы Или повеления Или вот Чтобы нам побольше Времени Я бы Даже О том Мы бы дошли до того Что это благодать Небесную Которую он принес Иисус Христос И вот Иисус Христос Говорит Он здесь не говорит Какое я царство Вам принес Но он говорит Что Каким ответом Но вы Примите силу Когда сойдет На вас Дух Святой Он не отвечает Да или нет Он им сказал Что не ваше дело Знать времена Или сроки Но отвечает Таким ответом Вы примите силу Духа Святого И будете Мне Свидетелями Как и Она Вы будете Мне Свидетелями Вы будете Свидетельствовать И говорить Что я Раб Божий Который Чту Господа Бога Небес Это придет Через Дух Святой Когда он К вам придет А узнавать Время Конец Времени Или еще Что-нибудь Это как Современная Политика Не ваше Дело Вот не ваше Дело Вот эти вопросы Задавать И так Узнавать И после этого Он конечно же Поднимается В глазах И восходит На небо И интересно Можно было бы Подчеркнуть Что там Когда являются Им ангелы В белой одежде Они говорят Что каким образом Вы увидели Он поднялся От вас Таким же образом Он придет То есть Образ Восшествия И образ Его прихода Не говорится Куда он придет И откуда Он вознесен А говорится Каким образом Он так же Придет И вот второе Следующее место Писания Деяния 13 глава Второй стих Для того Чтобы быть Свидетелями Надо получить Дух Святой Чтобы свидетельствовать О Господе Или быть миссионером И исполнять Миссию нашего Бога Дух Святой Во втором главе 13 глава Говорит Отделите мне Или отдайте мне Дух Святой Говорит Отдайте Господу Иисусу Христу Варнаву Варнаву Исавла На дело Которому Я Призвал Их Дух Святой Говорит Чтобы они Всегда И везде Свидетельствовали Вы их Отделите От себя Слово Отделенный Мы же понимаем Да И часто повторяем О дне субботнем Это Святой То есть Пусть будут они Святыми Как колено Левина Они мои Говорит Господь Но нас он же тоже Назвал своими Когда-то же назвал Когда мы приняли Дух Святой Или когда мы Уверовали Он тоже нас Назвал своими И Четвертый стих Они бы посланы Духом Святым Пришли И там уже Города Перечисляются Что Так оно происходит В жизни Братья и сестры Давайте на этом Я закончу Сегодня есть Объявление Буквально на половине Примерно Почему именно Ну там детки наши И мы тоже время Знаем свое Когда расходиться И когда приходить Но только одно Я бы просил Чтобы мы Помнили И обращали внимание Когда мы сюда приходим Когда мы сюда приходим Возможно дома мы бы этого Не услышали Возможно мы бы так Не приняли То что мы здесь Слышим Действительно Надо тоже Бодрствовать Если сон Клонит Не спать Если Может быть Мысли какие-то Бодрствовать Просить Бога Чтобы они Не одолевали Может быть Еще что-нибудь Еще один Могу случай Рассказать Он такой Слегка комический Это было Там у нас В Портленде Два мальчика Два братишки Пришли И между собой Разговаривают А папа его Папа их Пошел И как раз Он проповедовал И сел между ними Дедушка Такой он Крупненький Чем я Большой Запретил им Разговаривать Сел между ними Запретил Разговаривать Но что удивительно Я попозже Немного Глянул На него Он так Склонился Уперся На свою Бороду И уснул Мальчикам Нельзя Бодрствовать А он Уснул Понимаете А ему Можно И вот Тоже Какой Пример Поэтому я Прошу Редактор субтитров